И когда мы научимся отдыхать с радостью и увидим в этом пользу для себя, то тогда мы будем отдыхать для Бога. Ради Бога отдыхайте. Потому что Он радуется, когда вы отдыхаете. И Он также хочет радоваться вместе с вами. Бог радуется, когда вы отдыхаете. Мы работаем для Бога. Мы все это прекрасно понимаем. Но мы точно так же приносим наш отдых Богу. Что ж, давайте дальше рассматривать эти тексты Писания. И я опять повторю этот текст. Есть и другие стихи, подобные этому. «День седьмой — суббота Господу, Богу Твоему». Итак, что же отражает понятие «суббота Господу»? Что же имеется в виду? Что ж, во-первых, это отражает Его качество. Потому что суббота Господу свята. Помни день субботний, чтобы светить Его. Итак, во-первых, суббота Господу отражает Его характер, Его святость. Почитать что-либо святым, значит отделять это от привычного, обыденного, того, что можно назвать рутиной жизни, рутиной работы, повседневных дел. Это время не обыденное, оно особенное. Считайте отдых чем-то особенным. Скажем, когда вы идете на особенные мероприятия, вы надеваете самую лучшую одежду. Если у вас особенный ужин, вы достаете самую красивую скатерть. Не считайте отдых чем-то обыденным. Это особое время. И, как я уже говорил, суббота свята, потому что Бог свят. Мы входим в святилище и оставляем позади все обыденное, рутину жизни, семейные и даже церковные дела. В культуре, где нет времени на покой, нет времени на святость и нет времени на Бога. Я хотел бы, чтобы вы обратили на это внимание. В культуре, где нет времени на отдых, нет времени на святость, потому что святость и покой идут рука об руку. И у того общества, которое не отдыхает, нет времени на Бога. Мы можем нести много служений для Бога в церкви, в обществе, но все это перестает быть святым, потому что теряет очень важный аспект. Субботу – покой с Богом. Помни день субботний, чтобы светить его. Во-вторых, суббота Господу предполагает приоритет Его дел над моими. Когда мы постоянно работаем, мы думаем о том, что творят наши руки, что наш разум творит, что хорошего мы создали. И все вращается вокруг нас. Это подобно городу, который представляет некое царство человека. Посмотрите, какие здания человек сумел построить. Но если вы выйдете на поле, то увидите, что растет без человека. Цветы, деревья, птицы, животные и так далее. Когда мы замечаем все это, мы замечаем Божье творение, Его дела. И это означает, я прекращаю работать. Позвольте мне вернуться. Суббота Господу предполагает приоритет Его дел над моими. Это значит, что я прекращаю работать настолько, сколько необходимо, чтобы выразить Богу свое признание и благодарность за Его непостижимые дела. А что Бог делает? Что Он сотворил? И заповедь о субботе в книге Исход как раз и фокусирует наше внимание на том, что Бог сотворил. В этой заповеди, в 20 главе книги Исход, подчеркивается то, что Бог создал небо, землю и все, что в них, а в седьмой день почил. И посему, согласно этой заповеди, мы останавливаемся, чтобы посмотреть на Его дела. Было бы неплохо просто пойти прогуляться, скажем, выделить на это три часа в неделю, по полчаса в день или по часу пойти в парк, посидеть на скамейке. Или, быть может, зимой слишком холодно, чтобы гулять, вы можете почитать о Божьем творении, найти хорошую книгу или выйти в интернет и посмотреть, насколько прекрасно творение Божье. Посмотреть, какие животные живут в Африке и восхититься тем, что сотворил Господь. Скажем, посмотреть на льва или присмотреться к тому, как сотворен жираф. Представьте, такое высокое животное с длинной шеей. Посмотреть, чтобы убедиться в том, что Бог любит разнообразие. Посмотреть на то, что Бог сотворил. И в этот момент вы уже не думаете о тех работах, которые вам нужно проверить, если вы учитель, скажем, или если вы пастор, вы откладываете в сторону конспект проповеди и смотрите на все то прекрасное, что Бог создал, на разнообразие вокруг нас, на тех жуков, которые живут в Австралии, скажем. И этому творению нет конца. И при помощи компьютера и интернета сейчас можно многое увидеть, узнать из того, что Бог создал. Удивительно, не правда ли? Так что это время, когда мы превозносим Его дела над своими. И вскоре я начинаю меньше беспокоиться по поводу своих дел, потому что я начинаю восхищаться Его делами. В-третьих, суббота Господу знаменует освобождение. И у нас есть текст, записанный в книге Исход, и мы еще об этом поговорим. Но вот текст во Второзаконии, где записана заповедь о субботе, подчеркивает освобождение. «И помни, что ты был рабом в земле Египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукой крепкую и мышцу высокую, потому и повелел тебе Господь Бог твой соблюдать день субботний». Что же мы должны соблюдать? Мы должны помнить, что суббота — это день воспоминания о том факте, что Бог настолько могущественен, что Он может освободить Свой народ, которые были рабами в земле Египетской, в которой фараон заставлял их строить пирамиды. Пирамиды, которые до сих пор изумляют инженеров, архитекторов, которые пытаются понять, как возможно было построить это все в то время, как они могли поднять так высоко такие камни? И это до сих пор остается тайной, как они могли построить пирамиды. Но Бог оказался мудрее мудрых египтян, оказался сильнее самой могущественной империи того времени. Он освободил Свой народ. Как? Показав Своё могущество через Моисея, раздвинув воды Красного моря, заботясь о Своём народе. И если Бог так возлюбил тот народ, что избавил его, насколько больше он любит нас, даруя нам спасение, да Бог совершил великое, избавив от египтян, но тем величественнее наше спасение, спасение в Иисусе Христе. И в этот день вы можете вновь и вновь размышлять о том освобождении, которое совершено в Иисусе Христе. И я буду более подробно говорить об этом освобождении, о спасении далее в нашем курсе. «Помни, что ты был рабом», говорит Господь. «А теперь ты свободен, вспоминай об этом, размышляй о своей свободе, об освобождении». Это тот день, когда вы отдаёте Богу то, что принадлежит Ему, когда вы радуетесь в субботу. И в этот день мы вспоминаем не что-то повседневное, это не что-то обычное, что происходит с нами каждый день. В этот день, вспоминая о Его делах, мы размышляем о Его характере. Этот отрезок времени свят, потому что Бог сказал, «Будьте святы». Это святилище, и это радует Бога, когда мы входим в это святилище. Отвечая на Его призыв, и отдыхаем, размышляем, и просим Бога, чтобы Он изменил нас. «Сделай меня, Господи, более угодным Тебе. Я здесь для Тебя. И пока я отдыхаю, совершай работу во мне. Обнови мою душу, моё сердце. Отдыхайте ради Бога. Замечайте Божью руку в творении. Размышляйте о том, от чего Господь вас освободил. Подкрепляй душу мою, направляйте меня на стези правды ради имени Своего». 22-й Псалом, так хорошо известный всем верующим. «Ради имени Своего». Читая Библию, мы вновь и вновь встречаем эту фразу «ради Иисуса», «ради Его имени», «ради Божьего имени». И я отдыхаю не ради своего удовольствия, не только для того, чтобы набраться сил и вернуться к работе, но я отдыхаю со сознанием, «Господь, насладись, насладись, видя, как я отдыхаю, ожидая Тебя, стремясь к Тебе». Задумайтесь, кто вы, всего лишь делатель и ничего более? Или вы человек во всей полноте? Покой – Божий дар человеку. Ключевой вопрос. «Вошел ли я в обители покоя, чтобы угодить Богу?» Спросите себя, я машина или человек? Делать, 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 делать. Вот для этого я, чтобы только делать и делать. Что видят люди, окружающие меня? Что я машина, пытающаяся что-то делать, или я человек? Иисус никогда сказал, «Я есть глаза, а вы ветви. Покойтесь во мне». Ветвь не испытывает проблем с тем, чтобы произвести листья, она просто пребывает на лозе и растет. Будьте с Иисусом, и Он совершит свое дело вас. Более того, что вы можете представить. ТВ-семинария – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tv-семинарии.com Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok